МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы. Узнать подробнее о вакансиях, а также задать вопросы можно по телефону 309 95 35 и 309 95 91. На территории городского округа Самара более 40 действующих фонтанов. Напоминают в телеграм-канале департаменты городского хозяйства и экологии. Самый старинный расположен в Струковском саду и был создан еще до революции. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на специализированные организации. В период работы очистка водной поверхности от мусора производится ежедневно. Категорически запрещается использовать фонтаны для купания в хозяйственно-бытовых нуждах, бросать мусор, загрязнять химическими, моющими и другими веществами. В телеграм-канале Департамента опеки попечительства и социальной поддержки дают полезные рекомендации в случае отказа банков в выдаче денежных средств со счетов, открытых на имя детей, подопечных, без разрешения органов опеки. В обязательном порядке банк требует разрешения органа опеки. Существует простой выход из ситуации – открытие номинального счета в банке на родителей для снятия денежных средств без разрешения органов опеки. На счет зачисляются только социальные выплаты на содержание подопечных, алименты, пенсии, по инвалидности либо потере кормильца, пособия, другие средства, выплачиваемые на содержание подопечных. Средства, зачисленные на номинальный счет, расходуются родителями без разрешения органов опеки и попечительства. Основание пункт 1 статьи 37 Гражданского кодекса России. Какие объекты культуры в Самаре можно посетить по Пушкинской карте, рассказывают в телеграм-канале Промышленного района. Музей имени Алабина, музей Модерна, дом-музей Ленина, дом-музей Фрунзе, исторический парк «Россия. Моя история». Во всех музеях можно заказать экскурсию по Пушкинской карте для организованной группы. Посетить выставку или мероприятие по Пушкинской карте может только владелец карты. С собой нужно принести удостоверение личности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова